На бийские линии выехали московские трамваи Татра ТЗ. За два месяца, пока они были в нашем городе, вагоны полностью проинспектировали специалисты. Подготовили необходимые документы и теперь трамваи уже начали перевозить бийчан с комфортом и безопасностью. Все пять вагонов прошли техническое обслуживание, были устранены те технические недостатки, которые были выявлены при принятии вагонов. Плюс доукомплектовано то оборудование, которое на вагонах отсутствовало. Вот за эти два месяца вагоны приведены в надлежащее состояние, техническое состояние, позволяющее безопасно и качественно обслуживать пассажиров. Данные трамваи немного отличаются от привыкших нашему глазу вагонов КТМ, производства Усть-Катавского завода. Они более энергоэффективны, мягче, комфортнее. Просторный салон в часы пик может перевести немало народу. Управление также немного отличается от КТМ. Однако наши водители уже подготовились к Татрам ТЗ. Отличие массы на самом деле. У трамвая отсутствует сервомотор, он полностью компьютеризированный. Большой плюс, что ножное управление плавно разгоняется, плавно тормозит. Очень комфортное вождение. Все, я думаю, что и водителю, и пассажирам будет очень комфортно пользоваться этим видом транспорта. Этот месяц для Бийского трамвая вообще более чем значим. Мало того, что трамвайный парк пополнился единицами транспорта, так еще и Бийское трамвайное управление начинает выход из банкротского состояния и конкурсного управления. А это значит, что скоро перед Бийсгортрансом откроются все пути для развития и модернизации. Сегодня мы сделали платеж. Это практически окончательная сумма погашения той задолженности, которая была у Бийского трамвайного управления. И рассчитываем, что в ближайшие, если не неделю, то месяцы процедура будет завершена. Конечно, этого не случилось, если бы не было поддержки губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко, правительства Алтайского края. Да, мы в начале года около 40 миллионов рублей внесли за счет казны города оплату в части погашения задолженности. Ну и вот сегодня существенный большой, самый большой транш, 117 миллионов, это транш, который поступил к нам с края, от правительства Алтайского края. Поэтому сегодня мы уже можем смотреть в будущее. Не как год назад или два года назад, а уже серьезно планировать работы по модернизации непосредственно путевого хозяйства и обновления, соответственно, подвижного состава. Московские трамваи на данный момент обслуживают первый и третий маршруты. Возможно, в скором времени их пустят и в заречную часть города по пятерке. Пожелаем же москвичам удачи на наших дорогах, а пассажирам беречь этот экологичный и удобный транспорт, которому нипочем все автомобильные пробки. Интернет-канал Нашбист на ладони. Интернет-канал Нашбист